привет всем сегодня я начала делать пересадку и подумала что я не снимаю надо бы заснять вот и уже начала у меня есть такая вот сансивьерия называется она цитрин старш очень красивая похожа на сансивьерию солид голд вот я отделила от нее деточку такую вот здесь у нее еще растет деточка растет деточка еще одна но из-за того что вот это сидела рядом это совсем не развивалась и силы забирала вот это вот крупная дети уже своими корнями корешками вот а это поставлю дальше поливать пока я ее не буду потому что там срез вот это сейчас подсохнет и посажу ее в лечузу тут у меня вот такой букетик из разных срезов тоже сходила почереков букетики это снежная королева и мраморное яблоко и blue форм или премию такие вот здесь у меня цепирус я хочу просто объединить это мой кустик хочу попышнее его я срезала зонтики укореняла хочу теперь сделать пышный кустик просто и здесь у меня и писцем по серебряные вот она стоит у меня в тепличке и нарастила огромные корни прям пищи все стаканчики с огромными корнями я хочу их так вот объединить по два скорее всего короче посмотрим или буду объединять либо отдельно посажем тут точно отдельно тоже хороший пышный кустик не вытянуты вот и и начну я наверное стать вместе посажу здесь универсальный цветочный грунт циолит перлит перлит циолит диатонит тут же мох тут же коралл уголь короче все что было я так все смешала так садить я его буду такой вот стаканчик прозрачный волшебная ложка сильно не хочу требушить грудь аккуратненько просто без пристава все равно он растрелушился так сюда не обращайте внимание на детей они там играют друг с другом как-то так просто хочу пышный кустик ципирус укореняется вот этот обычный теперь не знаю как он называется как сорт это самый обычный зеленый их я кстати не знала но их очень много разных видов ципирусов вот можете зайти на канал жизнь цвета небес там светлана ее прозвали светлана ципировна потому что у нее много разных ципирусов и еще бывает такой же вот ципирус но варрегатный у нее я такого не видела у нее там всякий ципирус папирус флора моему тоже есть ципирус интересные такие я вот пришел обычный себе завести у меня он был когда-то там я вот что-то решила продать а потом почему я продала он такой классный зелененький зелененький разбавляет всю мою варрегатную компанию своей зеленушкой такой вот красавчик любит попить любит свежий воздух один готов да теперь как пересаживать вот эти я прямо не знаю я здесь конечно на мусорю не обращайте внимание это все легко убирается легким движением руки конечно убирать грудь смысла нету это будет просто перевалка спустит убирать грудь когда тут все скушено уже весь грунт уже оплетен корнями здесь вообще неприхотливые честно говоря не знаю как они у кого-то не растут они вообще прекрасно растут рассказывайте чем вы занимаетесь в эти новогодние праздники может кто-то уже работает я например отдыхаем у меня сестра работает мама тоже работает с мамой разговариваем мама смеется говорит вы балдеете отдыхаете а я-то работаю у меня работу никто не отменял ну вот так вот получается что кто-то работает а кто-то отдыхает я даже не боюсь что кому-то высыпется в том что тут уже сыпаться нечему так ну и вот что тебя отдельно посадить красота помимо пересадок я еще вяжу решила себе связать шаль из махера на спицах кстати в своем телеграме вчера выложил мой процесс мою работу вот оказывается очень много цветочниц которые тоже вяжут может есть еще какие-то талантливые у меня люди которые например из глины горшочки делают очень интересные занятия я тоже мечтаю делать горшочек из глины я пока что делаю с такой глины которые с самого затвердевающие но это конечно не горшочки хотелось бы конечно с керамики вот что делать сделаю вот так воткну сюда это будет пышный кустик отсюда тоже из пазух пойдут тоже новые цветочки он должен прижиться у него уже есть свои корешочки поэтому не страшно за него не переживайте тут мне кажется надо объединить сейчас принесу горшочек побольше а этот посажу такой маловат начнем за горшочками такой вот небольшой стаканчик конечно корни у них хоть и мелкие вот прям вообще сливая огромная сейчас конечно же все польем кроме снасиверий снасиверий вообще могут долго жить без воды у них самая проблема это загнивание дать им загнить так посажу вместе пусть будет большой пышный кустик кому то очень повезет мне конечно же столько и пиццы не надо сейчас зима они не цветут тем более если бы они может быть стоять на окне они бы цвели а вот летом они очень классно цветут красными огонечками очень даже симпатично симпатично вот такой пышный чекуст вот какие еще хобби кто-то вот алмазные делают мозаики картины из алмазных мозаик кто-то вышивает крестиком уже очень интересный хобби которым я когда-то увлекалась и в принципе сейчас у меня в работе есть одна картина долгоиграющие которые никак не могу закончить я пересадила теперь мне нужно посадить не сказать не лечутся а целый грунт который меня приходил так смотрим либо ее в стаканчик такой или садить вот в такой сразу да это будет очень даже хорошо что волшебно ложка намного удобнее ням 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 так и сразу покажу куда-то сетеверия поедет к маме большой более-менее стаканчик чувствовать стаканчик она очень быстро вырастет сразу будет такой объемчик поливать конечно аккуратно надо в такой грунт я уже садилась на северю вот еще камень и хорошо корни так пошли и жирненькие растут воздуха немного поливать пока я ее не буду оставила сразу в лоточек оставила сразу в лоточек потому что здесь дренажные отверстия хотелось бы чтобы их не было конечно ну ладно раз уж они есть так а здесь вот я не боясь поливаю потому что там нету дренажных отверстий на солнышко светит завтра будет морозец вот теперь у меня отдельно живется севере для мамы то детка будет расти кстати говоря я же еще хотела одну севере пересадить сейчас не будем откладывать в дальний ящик не отключайтесь и писты на месте поставлю их сейчас в место где они не будут мне мешать букетик на столе теперь уже опять поставлю на то место пойду схожу за сенсивери и тоже ее пересадим есть у меня такая ложечка здесь у меня вырез каланхой он уже такой огромный стал честно говоря я усадила вообще малюхеньким он тут и вымахал сейчас буду мусорить хочу отсадить его отсюда потому что он тут мне вообще не нужен да вот тут нарастил корневую ого-го я люблю нам усырить на всю кухню посажу горшочек хочу отделить вот это вот севере она уже уперлась так в маму у них просто огромные толстые листья прямо мясо мясо мамочка у нас без точки роста но она постоянно дает детей и вот эту вот деть буквально с двумя корешками я ее хочу отделить так смертельный номер как ее отделить и икс не поломав точку роста еще как-то меньше и не поломав маму прям вообще целая операция не знаю будет лежать этот корень здесь что он будет жить два корня два корня и листики и с лишним убираем посадим обратно все тоже здесь успели нападать не знаю как за что взяться и обратно надо засыпать бумажку ой боже чешется постараюсь той же самой лечузой засыпать вот как то так получилось вот как то так получилось красота и посадим каланхой какой нибудь какой нибудь заканчик панчик и вбрут не включу несмотря на то что здесь есть лечути на корнях вот 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 ну что посажу его в этот обычный стакан вот так листик этот оторвем и поглубже пусть наращивает ствол каланхой каланхой вообще-то он лекарственный вроде его как там вот насморка используют но я его помню очень сильно хотела из-за того что мне нравилось как выглядят детки на листиках сейчас нету деток он активно летом наращивает деток на кончиках листьев и мне он этим нравился но потом этим же он не и разомравился потому что он этих деток которые безумно растут разбрасывает во все горшки во все возможные горшки я обратно сейчас запихаю маленькое дитё растет такое вот дитё растет дальше потом опять отделим короче это будет замок внутрь круг не будут расти их буду отделять бардак сейчас уберу так такая вот получилась детка да скажите очень мало два корня всего лишь у неё но она уже стала деформировать вот этот лист на камере может не так видно и мне не нравится что она я хочу чтобы она была ровная красивая они лопаются видимо от того что не знаю чего муж лопаться много питания лопается листик вот вот лопнул листик я посажу его в маленький стаканчик вот так вот чтобы он случайно не упал у меня ручки корявые я ставлю в такой вот кашпо гипсовое дренажное отверстие поэтому я не боюсь в гипсовое кашпо я не рекомендовал прям туда садить или чтобы вода туда заливалась потому что белый гипс может потерять свой белый окрас ну или не знаю что там с ним случится это некрасивый зачем нам это надо тем более если поливать аккуратненько по чуть-чуть то с растением ничего и не произойдет вот таким вот образом ну красота все теперь я могу не переживать за маму за маму этих деток всех может нам не ищу да какую-нибудь деть вот это прямо уже у меня есть от нее детка я оставляла себе а это поедет тоже к моей маме вот весна севере для нее кланхоя не знаю пока пускай порастет у меня потом поедет в новый дом очень много кто пользуется лекарственными свойствами кланхоя в отличие от меня пускай пользуется вот а вам спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал пишите комментарии и всем пока 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 и